Здравствуйте. Что получат фермеры от объединения? С 1 января этого года в стране действует новый закон о сельскохозяйственных кооперативах. О том, как работает документ, какая работа проводится сельхозтоваропроизводителями и что от этого могут получить обычные потребители. Мы сегодня обсудим с секретарем, секретариата комитета агропромышленного комплекса Национальной палаты Рустемом Курмановым. Добрый вечер. Добрый вечер. Скажите, пожалуйста, для чего было необходимо принимать закон о сельскохозяйственных кооперативах? Что он даст? Закон о сельскохозяйственных кооперативах дает преимущество членам кооператива. Вместе они становятся сильнее. У нас, к сожалению, такая статистика, что большую долю ВВП в стране формируют личные подсобные хозяйства и мелкие производители. Но это такая некоторая угроза. К сожалению, таким мелким производителям не всегда получается соблюдать необходимую агротехнологию, вести селекционно-племенную работу, вести и оказывать ветеринарные услуги по сельскохозяйственным животным. А разрозненно они это делать не могут. Но вместе эти все вещи уже становятся доступными для них. Просто многих пугает само слово «кооператив» сейчас дает чем-то из прошлого. «Кооператив» — это сотрудничество. Сотрудничество. Я бы хотел акцентировать внимание на то, что действующий закон о сельхозкооперации, он как раз-таки подразумевает экономическое сотрудничество, а не физическое укропнение. Какие льготы, прежде всего налоговые, получат участники этих кооперативов? Поясните. Для сельхозкооперативов распространяется специальный налоговый режим, статья 448. Она предоставляет кооперативам 70% льготу по пяти видам налогов. Кроме того, кооперативам становятся доступны все меры господдержки. У нас есть уже пример в практике, когда личные подсобные хозяйства объединились в Актюбинской области. Они раньше совсем не получали сельскохозяйственные субсидии, но в рамках сельскохозяйственного кооператива они уже субсидии смогут получать. То есть это повышает доступ таких кооперативов к мерам господдержки. Более того, в настоящее время пересматриваются кредитные меры поддержки кооперативов. И это тоже будет влиять на то, что хорошим стимулом будет для кооперации. А в настоящий момент уже существуют какие-то, вот вы говорите, в Актюбинской области есть образование. То есть уже закон, можно сказать, работает и уже есть первые плоды. Да, действительно, можно сказать, что результаты сельскохозяйственной кооперации у нас в стране имеются. Закон был принят в конце 2015 года, но вступил в действие с 1 января 2016 года. Мы совместно с Министерством сельского хозяйства разработали план мероприятий по развитию аграрной кооперации в стране. Планируем создать 10 пилотных кооперативов по основным направлениям сельского хозяйства. Эти кооперативы сопровождаем. В этом непосредственно палаты предпринимателей проводится работа в регионах разъяснительная с сельхозтоваропроизводителями. Проведено более 130 совещаний. И на сегодня, за первые два месяца 2016 года, мы уже имеем более 50 кооперативов, которые объединяют 1200 участников. А что это за кооперативы? То есть чем они занимаются? Кто туда входит? Можете подробно объяснить? Это в основном сбытовые кооперативы. И кооперативы, которые позволяют обеспечивать средствами производства участников кооператива. То есть объединяются, покупают средства производства оптом дешевле и в этом видят свою выгоду. А можете конкретные какие-то примеры привести? Где, как, в каких районах будут работать эти организации, объединения? Причем заниматься? Да. К примеру, в Алматинской области создались 10 сельскохозяйственных кооперативов по картофелю, по луку, по моркови. Они уже действуют? Они действуют, да. Они уже зарегистрированы, они получили свидетельство о госрегистрации, они уже работают. И у них в планах поставить свою продукцию на торговые сети. Допустим, разрозненно они не могли выдержать ту ритмичность поставок, которой нужна торговой сети. А вместе, объединившись, консолидируя свой пул продукции, они могут уже выйти на торговые рынки и продавать свою продукцию более выгодно. И это уже действующий пример. То есть в Алматинской области уже такой прецедент создан. Можно еще сказать о кооперативе, который создался в Актюбинской области, в селе Орлтогай, Айтикибийского района. Когда личные подсобные хозяйства объединились, выделили, получается, свой скот в отдельное стадо, ведут селекционную племенную работу. Тот молодняк, который получат, они собираются продавать надкормочные площадки по более выгодной цене. По одиночке они бы этого не смогли сделать. А эти кооперативы как-то регистрируются официально? Да, конечно. Кооперативы являются юридическим лицом. Организационно-правая форма у них производственный кооператив по закону о сельхозкооперации. Да, они регистрируются. Я вот немного не могу понять. Вы говорите, будет организовано 10 пилотных кооперативов. В рамках этих 10 пилотных проектов еще будут какие-то работы? Я вам поясню. Мы с Минсельхозом совместно вырабатываем 10 пилотных кооперативов, можно сказать, модельных, образцовых. Потом мы их собираемся реализовать. И этот опыт, который в результате создания кооперативов мы получим, мы хотим тиражировать по всей стране. То есть на этих примерах мы должны показывать другим людям, что кооперация не страшна. Это вовсе не колхоз. И в этом другие сельхозтоваропроизводители других регионов видят свою экономическую выгоду. А насколько вообще активно фермеры вступают в эти кооперативы? Вот сейчас динамика какая наблюдается? Может быть какие-то цифры уже есть о количестве зарегистрированных на данный момент кооперативах? Ну, как я уже сказал, 50 кооперативов создано при участии Палаты предпринимателей. Мы знаем, что есть и другие кооперативы. И руководство Национальной Палаты предпринимателей поставлено задачей региональным палатам обеспечить сопровождение таких проектов. То есть мы готовы сопровождать кооперативы от создания до получения первого эффекта, до получения первой прибыли. В целом сельхозтоваропроизводители с интересом относятся к сельхозкооперации. Это тема нова. Действующий закон, он создает предпосылки для кооперации. Ведь вы знаете, наверное, что прошлый закон сельхозкооперации позволял создавать кооперативы в некоммерческой форме объединения. Нельзя было прибыль, извлеченную в ходе производственной деятельности, распределить между участниками. Эти поправки, эти барьеры были сняты. В настоящее время закон о сельхозкооперации предусматривает, что кооперативы являются коммерческой организацией. Прибыль, полученную от деятельности кооператива, можно направить на развитие кооператива, либо распределить между участниками кооператива. И это решение принимают сами члены кооператива. То есть руководители как определяются? Семь принципов заложено в законе о сельхозкооперации. Это принцип демократичности, один член, один голос. Это принцип выборности, то есть они своего руководителя выбирают. Это прозрачность, то есть кооперативы могут вступать в резиденную комиссию, и их деятельность будет аудироваться, чтобы члены кооператива понимали, что руководитель кооператива их не вводит в какое-то заблуждение, не делает каких-то махинаций, и они смотрят, что деятельность кооператива, она очень прозрачна. Автономность кооператива подразумевается. Основные такие аспекты этого закона. Помимо налоговых, льготных преимуществ, государственной поддержки, какие еще плюсы получают фермеры, вступая в эти кооперативы? Такие очевидные. Можете перечислить? Я как пример могу привести инструмент инвестиционных субсидий. Заключается он в том, что когда сельхозтоваропроизводитель вкладывает инвестиции в сельскохозяйственное производство, он получает часть своих вложений в виде компенсации, и они называются инвестиционными субсидиями. Так вот, в настоящее время в Национальную палату предпринимателя поступил проект этого документа, и мы предлагаем в этом документе предусмотреть приоритетность получения субсидий для сельхозкооперативов. То есть, есть очередности по различным водствам. Допустим, наиболее приоритетные водства получают субсидии в первую очередь, менее приоритетные во вторую очередь. Мы предлагаем, чтобы сельхозкооперативы вошли в первую очередь. Это уже экономический стимул для создания и развития кооперации у нас в стране. Есть какие-то риски, которые может фермер понести, вступая в кооператив? Оговаривается ли это как-то законом? Рисков никаких нет, вступай, работай, реализуй продукцию. Я как эксперт считаю, что больших рисков в этом нет. В любом случае кооперация дело добровольное. Бери финансовую модель, считай, если это тебе выгодно, вступай. Всегда можно из кооператива выйти. То есть такая мера предусмотрена. Если ты чувствуешь, что тебе невыгодно, ты можешь спокойно выйти, ничего не потеряв на этом. Не обязательно объединяться имуществом. Раньше же, вы помните, коллективизация, надо было, чтобы общее имущество было. Сейчас нет. Я вам называл пример в Алматинской области, когда они объединились в сбытии. Они также производят свою продукцию на своих наделах земельных. Продукцию вместе хранят, вместе продают и только в этом кооперируются. То есть в производственную кооперацию они не пошли. Они не объединились имуществом, землей, техникой и так далее. Они работали так же, как и сейчас работают. То есть в принципе существенных изменений для них не произошло. Единственное, что они продают вместе. И в этом они видят свою экономическую выгоду. Мы сейчас во время разговора больше акцентируем внимание на производителях, на фермерах. Будет ли какая-то выгода от сельхозтоваропроизводителей для обычных потребителей? То есть как обычный потребитель, казахстанец, может увидеть какие-то преимущества от кооперации? Мы все знаем, что мелким разрозненным производителям не всегда удается сбыть свою продукцию. Мешает какое-то количество посредников, продукция удорожает, пока доходит до потребителя. Закон о сельхозкооперации позволяет кооперативам продавать продукцию напрямую, без торговых наценок, надбавок и излишней другой маржи, которую делают посредники. И я думаю, что мы это уже почувствуем в этом году. То есть возможно даже какое-то удешевление продукции хозяйственной? Да. Допустим, те 10 кооперативов в Алматинской области будут напрямую продавать свою продукцию торговым сетям, ритейл-сетям. И избегут излишних издержек. А на чем специализируются эти кооперативы? Плодовочные кооперативы. Плодовочные. Ну вот как вообще в целом такая организация работы фермеров по стране, она может отразиться в целом на экономике страны, то есть в целом на ОВП? То есть понятное дело, что правительство, да, оно заинтересовано в том, чтобы наращивать этот сектор экономики. Вот можете сделать какой-то прогноз по этому поводу? Ну я считаю, что во-первых, объединившись там в удешевление средств производства и получает этого эффект, они будут как бы, экономика этих кооперативов будет улучшаться, будет улучшаться экономическое состояние каждого члена кооператива. Далее, если они будут продавать более по выгодным ценам, это также будет влиять на их экономику. В целом, я думаю, что кооперация позволит нашим сельхозтоваропрозрителям, мелким, разрозненным, стать сильнее. И это вот такой, ну как бы уникальный путь, который им надо, многим предстоит пройти. А у нас уже существовал, да, закон о кооперативе? Да, он существовал ранее. Вот можете привлечь, привести пример, то есть какие главные отличия от нынешнего документа от предшествующего? Ну у нас действовало ранее около полторы тысячи кооперативов различных, я уже сказал, они были некоммерческими организациями, они оказывали лишь услуги своим членам, то есть кооперировались в удовлетворении своих потребительских надобств, то есть не было трактора, допустим, объединились в кооператив, получают услуги трактора. При этом ту прибыль, которую они зарабатывают внутри кооператива, они между собой распределить не могут, направляют только на развитие кооператива. Но вы сами понимаете, что мы живем в условиях рыночной экономики, работаем, чтобы зарабатывать какие-то деньги, да, и в такой вот форме организационно-правовой, да, в бывшей, которая ранее действовала, как работать, если ты прибыль не получаешь. Далее в этих сельхозкооперативах, кто больше вклад внес, тот больше голосов и имел. И зачастую происходило так, что более крупный участник заходит в кооператив и начинает влиять на управленческие решения, выгодные только ему одному. При этом он не думает о других членах. Действующий закон этого уже не подразумевает. То есть один член, один голос. Раньше в кооперативы не могли входить юридические лица. Сейчас, допустим, можно создать кооператив с перерабатывающим предприятием. Допустим, молочный завод может объединиться с производителями молока, гарантировать им цену закупочную, поддерживать их таким образом, чтобы они дальше росли, улучшали качество молока сырья и поставляли ему гарантированно объем сырья, чтобы он загружал свою производственную мощность. Вот этого не было в прошлом законе. Отлично. Ну что ж, будем следить за развитием кооперативов. Пожелаю успехов вам в этой работе. Я напомню, беседовали с секретарем секретариата комитета агропромышленного комплекса национальной палаты предприниматель Рустевым Курмановым и обсуждали работу сельскохозяйственных кооперативов.